Сегодня мы поговорим о нашей королеве, о нашей железе, щитовидной железе. Щитовидная железа, если она поражена, мы сразу же чувствуем, что мы очень уставшие, нам очень тяжело встать утром. У нас начинают выпадать волосы, начинают видеть брови и ресницы, и вдруг появляются у нас запоры, и мы не знаем, что с нами делать. Мы сразу же бежим к врачу, семейному врачу и спрашиваем, доктор, мы очень плохо себя чувствуем, мы не можем работать, что нам делать? Ваш доктор посылает вас на различные анализы, на анализ крови, и что он берет? Берет у вас анализ, который называется TCH. Этот анализ действительно говорит о том, сколько гормонов щитовидной железы находится у нас в крови. Но он никак не говорит, сколько гормонов действительно находится в нашей щитовидной железе. Для этого необходимо взять еще несколько анализов, например, ТИ-3 и ТИ-4. Эти два гормона говорят нам о том, сколько действительно находится гормонов в нашей железе. Но ТИ-4, он гормон неэффективный, он не показывает, сколько гормонов действительно входит в клетку. И поэтому нам нужно взять еще несколько гормонов. Нам, например, нужно выяснить, как у вас работает кишечник, потому что 20% всего гормона находится, вырабатывается и в кишечнике тоже. И по статистике 80% людей, которые страдают от недостаточности щитовидной железы, у них не просто не хватает гормона, их клетка не принимает этот гормон вовнутрь. И нам надо выяснить, какая причина. К сожалению, традиционная медицина не занимается этими вопросами. И мы делаем дополнительные анализы. Я и доктор Яфро занимаемся большим количеством людей, принимаем большое количество людей с недостатком щитовидной железы и помогаем им выйти из этого сложного состояния. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...